Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Heroes Rest. Мы, собственно, с вами улучшили условия проживания и, собственно, деятельности наших героев. Единственное что, добавив классы, мы им немножечко усложнили жизнь, но посмотрим, появятся ли эти новые представители этих классов или нет вообще. Что мы имеем сейчас? У нас еда по чуть-чуть, кстати, начинает сворачиваться, хоть и медленно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть уходит. С железом у нас вышел еще мега перебор, я думаю, что мы опять сделаем сброс по квестам. У нас дерево вроде бы и пошло вверх, но я бы не сказал, что прям вау. Оно скорее с горем пополам. Так, в комментариях было очень тесное предложение, я думаю, мы его сразу же сейчас оформим. Не знаю, насколько это будет выгодно в перспективе, но мы проверим. Пока у нас низкие цены на все ресурсы, как только приезжает к нам торгаш, мы будем делать одну грязную затею. Кстати, у нас же рыба вообще не доходит до нас, да? Одну грязную затею, я думаю, проверить ее, как она будет работать, скорее всего, она будет работать неплохо. Мы берем все ресурсы высоких тиров, а это от, собственно, тира 1. Мы их закупаем по десятке. Пока что цены, собственно, у нас низкие, и я думаю, что мы попробуем рвануть сразу же. Не знаю, насколько это получится, но рвануть сразу же в четвертый тир предметов. Там я, походу, борщанул с ценой, ну ладно. Короче, прыгнуть сразу же в четвертый тир предметов для наших товарищей. Единственное, что сейчас мы немножко ускоримся, чтобы они, собственно, раскупили сначала то, что есть. Сейчас, ну, мы, кстати, не везде прыгнем сразу в четвертый тир, я вспомнил. Маленький нюанс. Например, здесь на четвертый тир у нас требуется топовая шкура. Ее бы хотелось бы, конечно, побольше. Так, топовая шкура, третьего тира металл, второго тира трава и веревки. В принципе, мы можем себе это позволить. Нам нужно хотя бы увидеть потенциальную разницу между первым и четвертым тиром. Для того, чтобы мы могли понять, есть смысл прям накапливать ресурсы и, собственно, вливать в четвертый тир или нет. Как минимум, смысл, скорее всего, будет за счет роста сер. Но, опять же таки, это все надо проверить. Поэтому, давайте клепаем десяток сейчас полдронов, получается, обычных. Обычный у нас в среднем дают 13 хп в базе. Ну и, собственно, там уже рандом идет по назначению. Теперь мы это забираем. Открываем четвертый тир. Сколько мы можем сделать? Мы можем 10, кстати, сделать. Было бы шикарно, на самом деле. Было бы, на самом деле, шикарно. Самое странное, что, походу, сохраняется это, да? А ну-ка, четвертый тир. Сейчас мы посмотрим. Нет, давай сначала левый полдрон. У нас здесь появля... Ух ты же, матерь, боже, из трех цветов. Это уже интересненько. Это уже... Поближе, пожалуйста. Ага. Так, я чуть замедлюсь, а то мы сейчас всю жизнь профунькаем. Мне вот эта штука нравится, на самом деле. Но у нас среди цыганского ассортимента не так много цветов, поэтому можем добавить что-то типа красного-оранжевого, я думаю, для разнообразия. Но мы еще глянем, что за экстрасы у нас есть. Давайте мы их перекрасим, чтобы было видно. Так, экстрасы у нас есть. Кресты. Ветки. Черепа. Почему-то крылья. Бараньи, собственно, черепа тоже. Драконы, добрый день. Я правильно понимаю, что мы их можем тоже зацыганить, да? Сейчас кристаллы оставляем ярким. О, да. Но это выглядит максимально упорото. Так, три камня какие-то псевдорунические. Ну и, собственно, классический наш этот. Ну и, честно, хрен знает. Оно все как-то не к месту, на самом деле. Ну ладно, бараньи, они еще как-то вроде бы сходятся, но все равно. Криповенько выглядит, честно говоря. Да и камни мимо кассы, мне кажется. Это что такое? Это типа черепки. Черепки должны быть тогда яркие. По логике вещей. Но, опять же, они тоже мимо кассы. Мне что-то подскажет, что оно все мимо кассы. Вот барашки мне понравились. Давайте барашкам сделаем наоборот. Рога красные, а... Собственно, руны, которые на них... Их нихера не видно, правда, но... Они там есть, верьте мне. Верьте мне, они там есть. Так, хорошо, оставляем в таком виде. Единственное, что нам нужно левый полдрон... Эээ, назад. Нам нужно правый полдрон подогнать. Подогнать сюда. Сыганщина. Краснота. Вроде бы сошлись. Давайте еще глянем. Ну, перья выглядят прикольно, но они не соответствуют вообще, мне кажется, нашему довольно скромному стилю. Назовем это так. Да, давайте этот многогранник оставим. Вот этот еще плохой, но это какой-то супер... Неплохой, точнее, но он какой-то супер цыганский, мне кажется. Вот этот чуть менее цыганский и, в принципе, сносно выглядящий. Что самое главное, мы, по идее, сразу же сможем... А если мы реверсируем немножко сейчас? Если мы сделаем... Это не та реверсия. Сейчас вот здесь сделать темный, а здесь сделать красный. Не, ну это уже изменение стилистики. Не, не, не. Давайте детали оставим красным. Так, хорошо. Тогда этот оставляем и добавляем его. В крафт для всех, соответственно. Перекрасим. Давайте в... Красный у нас будет обозначающим. Последний тир. Так, хорошо. Это довольно дорогое удовольствие. Мне даже сложно посчитать по ресурсам. Но по крафту только 11 тысяч влетает. Но сейчас мы глянем разницу по статам и глянем разницу по стоимости. 50 хп. Нихер, не шип. Хе, не... Так, но это прям пока впечатляющая разница. На самом деле это почти в 5 раз. Мы брали среднее сколько? 13, да? Это почти в 5 раз разница. Это прям в... Плитшлайт. Единственное название, какое у него. Падзов Трансценденс, окей. Еще раз. Я же обычный скрафтил. Это броня. Это броня Квиверхуд, Квиверхуд. Так, вот Трансценденс у нас. Это обычные. У них названия одинаковые, к сожалению. Зеленые стоят в районе 400, допустим, да? Вот 395 есть. В районе 400. Теперь находим эти же. Тут они стоят по 3300 штук. Нихера себе. Это вкусно. Это вкусно, но надо теперь еще о кое чем подумать. Надо теперь о кое чем подумать. Так, давайте я отсюда выйду. Мы же на паузе, да? Да, мы на паузе. Это супер. Нам нужно быренько глянуть, быренько глянуть. Сколько у них вообще есть бабла. У нас же где-то была инфа, это да? Нет? Да, да. Я точно где-то видел, сколько бабла у наших товарищей. Единственное, что я не помню где. Так, V-status known. Jerk quality 66. Max HP DX 3 XP, бонус enemy guild. Current gold, вот. 545, 3900. Ну, объективно, те, кто у нас профессионалы, ну как, которые много уже выполнили квестов, у них бабки при себе. У остальных, мне кажется, таких бабок нет на настолько крутые вещи. Ну, вот наш Monarch. Это наш бог среди героев. У него, конечно, 40 каунт может затарить вообще. Весь набор, по сути, себе четвертого тира и ни в чем себе не отказывать. Но это забавно. Это отчасти забавно. Я думаю, что да, нам надо эту проводить политику. Единственное, что я не знаю, насколько оно изменит Jerk score их и, соответственно, CR в конечном итоге. Но явно есть смысл клепать четвертый тир. Так, хорошо, что нам надо для крафта... Где он, где он, где он? Шлемов. Шлемы четвертого тира требуют, в принципе, все то же самое. Это мы можем накрафтить сейчас сами. Кожу четвертой придется закупить, но у нее, по-моему, цена там... А, не, на железо цена вскочила, да? Так, третье железо, четвертая кожа. Давайте быстренько заглянем. Так, третье железо пока сносно. Четвертая кожа дороговато, но, скорее всего, она того стоит. Я хочу себя оправдать. Что, скорее всего, она того стоит. Я еще не уверен в одной очень важной вещи, мне кажется. Вещь, связанная с тем, что у нас... У нас вещи меняют Jerk score. Это влияет на характер, этот, CR. Потом, влияет ли Jerk score уровень или какой-то из этих параметров на скорость прохождения квеста? Вот, что меня еще интересует. Я не уверен, опять же таки, до конца, что это именно так работает. Так, я траву забыл сделать. Трава девять штучек, надо, будьте добры, отчекрышьте. А шо? Понял. Это испаузывайте. Ничего, лично, го. Так, давайте еще быренько траву оформим. Нам надо девять штук. Давай, 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 давай. Спасибо большое. Пока достаточно. Мы делаем именно эти предметы по той причине, что они используются почти всеми классами. Хотя, почему почти? Всеми классами. Поэтому их есть смысл, собственно, крафтить. Так, давайте смотреть, какие у нас опции есть вообще. У нас шляпа, диадема у нас, по-моему, была. Еще одна кольчужная. Шляпа с поворотиком. Можно раскраску? Нормально, это нихера непонятно. Это чуть не так я себе представлял. Вот так. Внутренний подкольчужник. Он становится красным. Маска всратая. А почему маска? А, маска с шетоэкстрас, точно. Давайте ее уберем, потому что нихера не видно. Что оставим? Полумаску, перо. Нам надо что-то, чтобы выделяло их из остальных, чтобы мы могли... Рога пусть будут. Пусть будут рога. Ну, нет. Пусть все-таки черные. Но с оранжевыми этими. Не-не-не-не-не. На шлемник не надо. Так. О боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже. Короче, у нас добавилось, по-моему, еще три модели или четыре. За счет хайтира. Но... В принципе, оно-то норм, но я б не сказал, что прям вау. В принципе, оно норм. Так, ну пока мне вот этот нравится. Он довольно комплексно выглядит. А можно еще с вот этой скомбинировать. Только ее тогда надо чуть перекрасить. И железо... Железо сделать желтым. Это какой-то мексиканский борец. Это не то. Хотя тут нужно сохранить, в принципе, однотон. Чтобы оно не сильно... А оно однотонно все равно не получится. Я намек понял. Тогда оставляем цыганщину. Чтобы у нас только задняя стенка была красной. Красиво? До жути. Просто до жути, но нам их сложно будет отличить. Вот в чем проблема. Во! Вот этих мы точно отличим. Это прям стопро... Во! Сатиры проклятые. Да, все. Пусть будет так. Пусть будет так. Это мы сохраняем. Естественно, под всех. Перекрашиваем в красный. Save template. И, пожалуйста, 10 штучек. Тоже хп будет гораздо больше. 64 хп. Вы видели вот это вообще? 60! Ой, как хорошо. Господи. У меня есть еще камни, на самом деле. Мы можем сейчас еще пошалить. Немножечко. Мы можем открыть армор. Последний добавленный. Что у нас здесь? Constitution, Intelligence, Magic. Ну, на мага сойдет, но, в принципе, жиденькая все равно. Да в смысле? Да в смысле? У меня всего 9 камней, пожалуйста. Спасибо большое. Так, хп, интеллект, магик и, собственно, Constitution. 4500 почти стоит одна единица этого чуда-товара. Это охереннее встать, честное слово. Так, Декстерит и страничка. Вот, интеллект, магия тоже на мага пойдет. Угу. Нахер она пойдет, я так понял. Угу. Я понял, чего нам не хватает. Я только сейчас понял. Нам не хватает еще апгрейда лоу-тир камней до высокого тира камней. Было бы вообще замечательно. Так, залегендарили. Ну, в принципе, если бы не Декстерить, то вообще отлично на мага. Так, и подсыпаться у нас есть хорошие. Сейчас пока торгаш бы не ушел. На самом деле кое-что проверить. Да бляха, оно все чаще фейлится на хайл-эвелах. Это очень плохо. Видите? Фейл за фейлом просто. Так, 2569 у нас объявленная цена сломанного последнего наплечника. Сколько ты его берешь? За сколько ты его берешь? Так, кожевник. Это он? За 200, кстати. Кстати. Не так уже плохо. Но я, правда, здесь... Хотя нет, я уверен. Они потеряют статы, поэтому нам лучше их продать. Нам лучше их продать, чтобы они статы не теряли. Так, нормал убираем, этот убираем. В принципе, у нас здесь все очень даже неплохо скомплектовалось. Могло быть гораздо хуже, на самом деле. Но еще баринько глянем, есть ли у нас что-то плохое из того, что мы уже накрафтили. У нас много зелени, от которой бы избавиться не помешало бы, на самом деле. Ну ладно. Теперь нам остается, собственно, ждать, собственно, ждать, чтобы эти товарищи взялись за переработку, начали продавать, покупать. Потому что, как вы видите, мы просели на 130 тысяч, на секундочку. И это может быть неприятно. Так, сезонная сводочка. Три из пяти угроз мы предотвратили. Монарт все еще топ. Каким-то хером мы до сих пор... А, стэш материал, я понял. Пока, да, у нас еды куча всего, но уже... А, получили 8 тысяч сверху. Окей. Так, пацаны сразу же побежали скупать это все дело. 4 тысячи, 4 тысячи, 4 тысячи. Нормально. Я одобряю. Я такой движ одобряю. Так, нам еще бонус прилетел. Трейдер-ливинг. Трейдер, можешь, в принципе, уходить. У нас же роял заказа не было, да? Да, все. Можешь уходить. Пивас. Где мой пивас? Опять же, пивас уже не приносит такой радости и бабла. На фоне, во всяком случае, четырехтирных вещей. Но мы верим лучше. Сейчас надо подождать, чтобы они, собственно, скупили это все добро. Хотя бы отчасти. Посмотрим, скакнет ли у нас может кто-то выше 30... Нихера себе. У нас уже сороковые есть. У нас минимум 20 атист. Видимо, высокого тира вещи прям... Прям влияют. Прям очень сильно влияют на сер. Что меня радует. Я, правда, не уверен, если у меня квесты на сороковые подащат. Мы оставили квест 20-31. И у нас еще один квест есть в запасе. При этом бандитов мы замесили. Мы можем поставить бандитов на постоянку. Например. Например, например, да? Ну, давайте глянем, ладно. Бандиты у нас обычные. В аутпосте 21-32. Орков мы не можем, пока не завалим бандитов. Вы правильно понимаем? У нас только первые три, по-моему, были постоянно открыты. Все остальные не то, чтобы на самом деле. Так, угроза у нас гоблины и альфа-пак. Альфа-пак точно. Альфа-пак. Я совсем про тебя забыл. Animal Beast. Альфа-пак как раз подходит. 33-52. Правда, у нас всего лишь три человека смогут в это все делу. Ну, да ладно. Так, что вы могете нам дать? Второго тира. Коза второго тира у меня чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. У нас в крафте что надо было? Металл третьего тира, да? Давайте метал... А, это же второй тир, мы твоим. Веревки у меня есть. Веревок нет. Давайте-ка веревки второго тира, пожалуйста. Я поставлю сейчас один квест. У нас уже пять человек, они просто на голосах множатся. Так, давайте я его поставлю и мы его залистим на repeat. На repeat и на prioritize. Там уже может выше сороковый есть? Нет, все еще сороковый. Окей, окей. Пока проблема тогда в чем? Нам нужно снабдить всех полдронами и всем вот этим счастьем. Я, кстати, не знаю, куда они девают старые свои вещи. Судя по всему, они их по какому-то принципу обменивают назад или выкидывают вообще. Но суть заключается в том, что нам нужно сначала скрафтить достаточное количество полдронов и шлемов. Потому что этим пользуются все. Как только мы этого добьемся, тогда мы уже сможем говорить о том, что мы можем себе позволить, собственно, крафтить что-то другое. А что-то другое, это, скорее всего, будут в первую очередь двуручи. Давайте, кстати, глянем, что они там стоят. Двуручи, потому что это у нас топовый класс сейчас. И, соответственно, мы сначала подстраиваем... А, хер там плавал, понял. Вопрос закрыт. Хер немножечко поплавал. Придется сначала накрафтить кучу говна, да? Ммм, у нас как раз одноручи заканчиваются. И даггеры обычные. Второй тир требует железа. Железа у меня куча. Давайте там, где железо. Первая доска и первое железо. Давайте здесь накрафтим. Давайте выведем вообще понятие второго тира. У нас его как таково нет. Так, блейд поменяли. Давайте, чтобы он был широкий, впечатляющий. Где он был? Шилокий, селекий, селекий. Так, гарду давай вот такую. Минималистичную. И саму держалку. Ручка с крючком, наверное, не надо. Спасибо. Нам надо, чтобы оно как-то все-таки отличалось. Ну, давайте, ладно. Немножечко с кожей. Отлично. И на всяк пожарный я здесь тоже верну цвета. Чтоб там не было путаницы. Так, это оставляем. Добавляем. Кто у нас? Танки одни юзают. Перекрашиваем в крас... Стоп, это не красный. Это фиолет. Это фиолет. Сохраняем. Ну и давайте десяточек лупанем. Сейчас будет разнообразие по тухэддам. Но я думаю, ребята будут только довольны. Шо-шо-шо? Нет, квеста для 30... Точно, у нас же там дырка, да? У нас же там дырка, я забыл совсем. У нас до 31-го и с 33-го начинается, да? А, сейчас придется поменять тогда экспедицию скрипта. Ну, сейчас, погодите секунду, сейчас я все доделаю. Так, one-handed sword. У нас здесь тот же крафт, да? Тот же крафт. Сейчас попытаемся просто максимально быстро этого челика загрейдить. Сейчас отмена. Попытаемся быстренько этого челика загрейдить, чтобы мы получили... Бусть. Так, гарду тоже традиционную и... Верни... Верни назад, пожалуйста. По-братски. Вот так, гард, гард, гард. Давай вот эту. Верни, оставь. Так, и держалка тоже кривая пусть будет. Мега кривой меч. Все как я люблю. Так, это все сохраняем. Подваров. Э, картинку не поменял. Можно сейчас? Можно. Меняем до синевы. Оп. Тоже десяток закидываем. Легендарочка сразу подъехала. Одобряю. Одобряю. Дамаг 54. Да-да-да-да-да. Это то, что нам надо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Один крафт. И у нас, по-моему, уже открыт четвертый тир, нет? Сейчас проверим. Да, спасибо. Нео. Он не открыт. То есть нам надо накрафтить еще херову гору добра. И тогда мы прорвемся куда нам надо. Окей. Но я понял. Так, оставляем черную меточку. Лезвие светлое пусть будет. Вот такое интересное есть. С оттиском, наверное. Так, вот эту цыганчину верни. Так, держалка новая есть. Я не помню старые держалки. Поэтому, допустим, есть. Допустим, что есть. Так, это сохраняем. Это, естественно, нашим... Только одним, да? Только одним. Перекрашиваем. Тоже десяток. Нам надо этого чечика добить, чтобы мы могли сразу в четвертый тир биться. Не знаю, насколько у нас это получится. Вообще, надо проверить, сколько у нас... Ну, блях, это тоже невозможно проверить. Потому что под каждый товар идет отдельный опыт и отдельный тир. Ну, допустим, сейчас откроем что-нибудь рандомеевое. Давайте, например, лайт армор. Здесь 4 300. Откроем бэкпакет. Тут у нас все готово. Мэджики эти не готовы. Накидки тем более не готовы. Они у нас поздно появились. Ну, то есть, короче, каждый предмет надо будет выводить в четвертый тир. Ну, мы сначала смотрим в базу. То есть, то, что пользуется... То, чем пользуется большинство. Потом оружие самых топовых. Потом оружие менее топовых. Потом еще чуть менее топовых. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть мы будем по градации расти. Насколько это получится. Я надеюсь, что получится, на самом деле. Так, все, ускоряемся. Можем работать. Так, что у нас там по сбору? Потому что я тут отвлекся, понимаешь ли? Пока что, к сожалению, веревки это единственное, что я вручную пересаживаю. Потому что они дебильно стоят. Их бы переставить. Но я не хочу. Назовем это так. Так, кожа вся есть. Давай сюда. Почему не нажалось? Непонятно. Главное ничего не оставить. Потому что этот челик потеряется и начнет их как-то рандомно высаживать. Нам это не надо. Все собрали? Все собрали. Удачи в работе. 1800 мы поняли. 250 тысяч. Мы уже сотню тысяч вернули просто-запросто. Что за магия? Так, шлемы разобрали. Полдроны тоже разобрали. Причем почти все. Щит остался для вюны. Но мы пока на варовые не целимся, если что. Мы пока на обычных варовые не целимся. И давайте проверим, появились ли у нас все-таки новый класс. 41-ю жесть. Матерь больше. Так, свитч класс. Рога, понятно, дохера. Танк, дохера магов, дохера. Вары. Варов десяток где-то есть. Рейнджеров? Нет. И полярмщиков нет. То есть, в принципе, мы им дали опцию разнообразия по классам. Вопрос в том, что они не хотят становиться этими классами, это уже другое дело. Но у нас, в принципе, ротация не происходит. У нас давно никто не погибал. И у нас давно никто нас не покидал. Поэтому логика в этом есть. Что у нас довольно стабильные классы остались. Так, пивашку загрузили, по идее вообще шо? Еды пока достаточно. С квестом надо что-то решить, потому что у нас начнется бунть. А бунть нам не нужен. Нам надо экспедицию, мы можем ее смело поднять. Поэтому давайте экспедицию я уберу. Так, у нас остается бис. Попробуем сейчас 26 плюс сделать бандитов. Я не знаю, насколько это получится. Но хотелось бы, честно говоря. У нас тут что, да, у нас бандиты опять появились. Альфа-пак мы направили людей, но я не знаю, успеют они за 8 дней или нет. С гоблинами что-то беда, кстати. Ну да, у нас лоу-левельных нет, у нас на гоблинах никто не ходит. А гоблины максимальные у нас какие могут быть? 14, 21. Ну хер знает, честно говоря. Такое себе счастье. Так, хорошо, бандиты меня интересуют. Еще раз. 26 плюс и желательно до 33. Мы можем сделать 23-34, что подпадает под самое большинство среди нашего народа. И это, в принципе, неплохо. Это, в принципе, неплохо. Единственное, что вопрос, чего нам прям не хватает. Дерево второго тира у нас есть. Оно пока нигде не юзалось, но будет юзаться. Нитки нам точно нужны. Давайте, наверное, либо нитки, либо траву. Но траву мы наспауним. Да и нитки мы можем наспаунить, на самом деле. Раз такая пьянка, то мы, конечно, все можем наспаунить. Хорошо, если мы запустим еду, вы рыбу мне притащите. О, ни хера сколько вы рыбы мне притащите. Ну давайте. Эта затея мне нравится. 29, правда, слишком большой порог. Нам нужно 27, да? Еще раз. У нас граница 26, да? Надо 27+. 27 плюс получается. Но почему-то у нас осталось всего 20. Ну ладно. Ну, в принципе, это то, что нам надо, да? Да. Запускаем. Пусть валят бандитов и отбирают у них рыбу. Меня такой расклад устраивает. Проверяем. 23. У нас эти повторяющиеся, бандиты повторяющиеся. Альфа-пак пока что повторяющиеся. 10, 15, 15, 23. Тут почему-то 17, потому что я не молбист, видимо, да? Или в чем логика была моя? Ну, допустим. Хорошо, не будем отвлекаться. Дальше 27, 41 и 33, 52. Ну, по сути, до 52 у нас пока что есть все. Но это пока что. Посмотрим, как оно будет дальше. Так, я точно кучу всего не собрал. Я, в принципе, не уверен, что есть смысл уже собирать вот это все. Я вынужден признаться. Ну, с другой стороны, это все равно бустик какой-никакой, да? Поэтому, наверное, пусть будет. Так, вы тут что? Челик до сих пор сажал все это время. Брат, у тебя тут очередь уже не в проворот. Ну, он им втюхивает по чуть-чуть, он знает свое дело. Мы его не трогаем. Так, у вас дровишки перезапустить. У вас инструменты перезапущены. Все супер. Сейчас будем смотреть. Скорее всего, все, что мы скрафтили четвертого тира, у нас очень быстро улетит. Я прям, прям к гадалке не ходи. Так, гоблины нам сейчас наваляют чуть-чуть. Animal Beasts закрывают по чуть-чуть. Единственная проблема остается с альфа-паком. Потому что у нас на альфа-пак сколько там? Четыре человека сейчас готовые, да? Или сколько? Альфа-пак, альфа-бук. Нихера себе, сколько народу! А, они сюда приписывают и меньше ранга мне. Раз, два, три. Четыре. Ну, пять максимум человек может попытаться агрессивничать в сторону мега-волков. Но я их беспокоить не буду. Пусть они себе работают. Так, я хочу проверить, что у нас здесь. Здесь движ пока что не предвидится. Так, маг идёт куда? Дальником. Да, они работают с дальниками, слушайте. Волстир. Накапливый опыт, товарищ. Ты ж 41-й как-никак. Слушай, давай мы тебе фейворит отметим. Ты прям хорош вроде бы. Ты прям вроде бы неплох. Вещи у тебя, конечно, такое. Но ты вроде бы неплох. Катерин пока что нет. Пока слабенько. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я думал, он вэпон-мастера нашего сейчас разрулить решил. Не надо так. Не пугай, бля. Так, собираем травки-муравки. У нас пока что с ресурсами всё очень даже хорошо. Но не стоп-тир. Поэтому пока что у нас так. Фифти-фифти. Так, дружочек, ты иди пересаживай. Меня вот что ещё интересует по зелиям. Их мы тоже, по идее, можем выкрутить в самый ржок, как говорится. И можем заполучить так желанные нами вот эти штуки. Если крафт взяли 1500, то сколько он будет стоить, я боюсь даже представить. Potion of Greater Luck. Сколько мы можем сделать? Мы можем сделать... Мы можем сделать... Четыре штуки. За 6000. Давайте проверять. И все отлично. Нихера себе. Так, Potion of Greater Luck. Скорее всего, он в самом-самом конце. Да. По 2700. Не. В принципе, норм. Главное, чтобы они их брали. Вот что самое важное. Чтобы они брали. И желательно тех, кто у нас хайтир... Ходят на хайтировские квесты. У нас реально все как клоны ходят. Знаете? Это забавно. Пусть топают и шуруют, приносят нам нормальную добычу. Меня, правда, теперь смущает вот какой факт. Что у нас минимум 21. То есть у нас набралась масса героев. И скольки там постоянных? 37? А, 28. Да нет. Короче, 50 героев. Но они все отцентровались до такой степени. Что у нас нет нижних. Что в принципе хорошо, с одной стороны. С другой стороны, мы ничего не можем сделать против атакующих нас гоблинов. Но, опять же, с другой стороны, у нас есть танки, которые нас будут охранять. От гоблинов. И, скорее всего, те потери, которые мы понесем от гоблинов, не будут стоить ничего. Но, с другой, опять же, стороны, мы должны защищаться от всех угроз. Чтобы у нас сезонный отчет был максимально положительным. Якобы. Опять-таки. То есть мы находимся в таком кольце. С которого нам не так легко выбраться. Ну, ладненько. Че-то придумаем. Пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok